Работа в Южной Корее, зарплата от 100 тысяч рублей в месяц. С такими предложениями пестрятся в несоциальные сети. По ряду примеров можно сказать, что некоторые якутяне уже начали выезжать на временные работы за границу. О том, почему наши сограждане предпочитают искать работу не на родине и главное, чем это может обернуться, выясняла Туяра Филиппова. Для двоих якутян, приехавших в Сеол в качестве туристов, но на самом деле на заработке работа закончилась не начавшись. Их задержала миграционная служба. Другая якутянка Саргылана тоже впервые в жизни побывала этим летом за границей. И именно совмещение приятного с полезным стало решающим аргументом в пользу поездки. Но что ее ждет там, она и представить не могла. Там режим жесткий. Там нельзя как у нас выпрямлять спину. Там нельзя как у нас вот все устали, давайте пересядем, передохнем. Там ничего такого нет. Строго определенное время работаешь. Работа по сбору урожая на фабриках, заводах, низкоквалифицированный труд – вот что предлагают приезжим за границей. Саргылане еще повезло, вернуясь обратно, хоть что-то заработав. Хотя и изначально обещали в три раза больше. И обманывают не только иностранные работодатели. Начиная от агентов, да, кто вас вызывает по WhatsApp, вот, они вот передают вас за деньги компания, компания передает агентам. И не факт, что они вас там встретят. Даже так. Ну, то есть они ответственности никакой не несут? Нет. Как только вы им деньги дали, они от вас умывают руки. С 2014 года, когда выезд в Южную Корею для россиян стал безвизовым, в качестве туриста нахождение в стране без визы разрешено на два месяца. Но и этого срока достаточно для различного рода агентств и турфирам, предлагающихся гражданам не только отдохнуть, но и подзаработать. Это отдельный бизнес, которым безразлично, как люди там обустраиваются, что они зарабатывают, не зарабатывают. И поэтому здесь вот очень много вопросов и проблем. Формально выезжающие таким способом граждане законы своей страны не нарушают. К тому же в нелегальной миграции в первую очередь заинтересован сам корейский бизнес. И, как известно, спрос рождает предложение. За агентами, набирающими гастарбайтеров, в Приморье, Бурятии, где такая система уже работает не первый год, потянулись и у нас. В Якутии появились свои рекрутеры. Вот что рассказал один из таких предприимчивых якутян. Я уже порядка 50 человек отправил. Сейчас вот на данный момент там на острове 30 якутов молодых. Работают нормально. Но я уже три группы отправил. У всех проблемы, ипотека, кредиты и все такое. Если едут деньги зарабатывать. Ну работодатель такой надежный, да? Если человек нормально работает, если он, допустим, отправляется, то нормально. По официальной статистике численность зарегистрированных безработных граждан в республике составляет порядка 11 тысяч человек. Но цифры официальные в жизни, как правило, сильно разнятся. И подобных безработных туристов и их рекуритеров вряд ли эта статистика учитывает. Туяра Филипова, Василий Соловьев, Виталий Абрамов. Якутия день за днем.